В какой-то момент жизни вы наверняка покупали что-то сомнительное. Может, сумочка оказалась подделкой, карточка Югио была не такой редкой, как вам сказали, или вы выучились на журналиста. Но в случае с такими неудачными тратами у вас хотя бы было что-то, что можно подержать в руках, хотя бы диплом. Но так бывает не со всеми покупками. От мемов и исторических твитов до рисунков обезьян. Давайте посмотрим на самые дорогие виртуальные вещи, которые покупали люди. Така токены Итак, прежде чем погрузиться в тему, нам нужно поговорить о NFT, или невзаимозаменяемых токенах. Это уникальный сертификат цифрового объекта с данными. Например, я продаю вам NFT этой картинки с ветчиной. Любой может смотреть, копировать, вставлять и сохранять картинку. Но только вы владеете этим NFT. Обычно продажа проходит в эфириуме. Это криптовалюта, как и биткоин. Но ее блокчейн-система также поддерживает NFT. Много терминов, понимаю. Но в общем NFT – это по сути сертификат. Цифровой отпечаток пальца или свидетельство о праве собственности на фото, или видео ветчины, документа со словом ветчина, или даже аудиозаписи, на которой кто-нибудь бросает ветчину на пол. NFT может быть любым цифровым файлом. И в наши дни это буквально что угодно. К примеру, сеть Така Белл недавно создала NFT на тему Така. Несколько картинок и анимаций выставили за одну тысячную эфириума, где-то 2-3 доллара. Их очень быстро раскупили. А некоторые потом успешно перепродали даже за 3 эфириума, что на момент создания видео было чуть меньше 8 тысяч долларов. Неплохая прибыль. Получается, на этот NFT можно было бы купить более 4 тысяч настоящих Така в Така Белл. Возможно. Дело в том, что при покупке NFT важно помнить, помимо комиссий за транзакции, обменный курс эфириума к доллару сильно колеблется, поэтому бывает трудно определить, кто сколько заработает, продавая NFT. А потому имейте это в виду в дальнейшем. И когда это видео тоже неизбежно выставят на продажу как NFT. Возрождение классики Если вы думали, что глупее анимированных Така продаваемых за тысячи долларов ничего нет, ну, вы еще многого не знаете. Пример. Каждый старый несмешной мем из моих подростковых лет уже давно превратили в NFT. Ура! Моя молодость вернулась. Возьмем старого друга Ньян Кэт, восьмибитного котика, какающего радугой, который стал популярен в 2011 году. Недавно его создатель продал видео как NFT за 590 тысяч долларов. Это 49 166 долларов за каждый из 12 кадров анимации. В июне 2021 года дети из видео «Чарли укусил мой палец» продали NFT ролика 2007 года за еще большую сумму – 760 999 долларов. И это заминутное видео, где дети кусают друг друга. Но все эти мемы не сравнятся с Доги, который 11 лет правит интернетом. Простая фотография пса Сибаину, смотрящего вбок, на которой пишут фразы на ломаном английском разноцветными буквами Comic Sans – это один из самых популярных мемов, прочно обосновавшийся в поп-культуре. NFT оригинальные фотографии недавно продали примерно за 4 миллиона долларов. Зачем платить такие деньги за какой-то старый мем? Скорее всего, люди думают, что мемы станут более ценными, и они смогут продать их еще дороже. А может, они просто очень любят цифровое искусство? Впрочем, NFT не всегда полезны для авторов, так как их работы часто крадут или продают без разрешения. Например, через несколько месяцев после того, как художница Кинни умерла от рака легких, ее работы стали продавать как NFT. И многим художникам говорят, что они просто должны были сразу сделать свои рисунки NFT. Это как «если бы я проник на вашу кухню, съел ваш обед и обвинил вас в том, что вы не съели его первым». Вау, так плохо, очень хитро, много разочарования. Исторический ответ На протяжении веков было создано множество бесценных и уникальных картин. От сына человеческого Магрита и американской готики Вуда донастраиваю свой твиттер Джека Дорси. Что? Мне кажется, что что-то из этого не настолько важно. Перед вами самый первый твит, опубликованный на сайте Twitter в марте 2006 года. Этот твит написал не кто иной, как сам Джек Дорси, который основал социальную сеть. А в наши дни выглядит скорее как Распутин, чем как гуру соцсетей. С момента скромного запуска твиттер превратился в мировую сенсацию. В среднем сейчас 206 миллионов активных пользователей пишут 500 миллионов раз в день. Или 200 миллиардов раз в год. Если бы твиттер был страной, его население было бы больше России, а твитов за год было бы больше, чем людей за всю историю. В марте 2021 года Дорси превратил свой твит в NFT. И продал банальный кусочек интернет-истории за почти 3 миллиона долларов. Те сравнения с шедеврами теперь не кажутся таким уж преувеличением, да ведь? На минуточку, это больше, чем совокупная стоимость картин Ван Гога, которые вы видите на экране. Сина Эстави, купившая NFT, сравнил его с Моной Лизой. Да, наверное, красота и правда в глазах смотрящего. Дорогой костюмчик Давайте отвлечемся от NFT и поговорим о другом явлении, которого я не понимаю. Fortnite. Эта онлайн-игра покорила мир в 17-м году и с тех пор набирает танцы и судебные иски. Разумеется, по мере того, как игра становилась все популярнее, она стала запускать все больше эксклюзивных событий. Можно было посетить концерт Дэд Маус и сыграть за Таноса в Fortnite, и даже спойлеры третьего сиквела Звездных войн утекли из-за того, что он тоже появился в Fortnite. Многие из этих событий были ограничены во времени. Если вы их пропустили, то пропускали многие фишки. Из-за этого цены на лимитированные предметы взлетели. Например, скин лидера голубой команды был доступен только с подарочным паком PlayStation Plus, а на eBay его продают за несколько сотен долларов. Скин экс-терминатора давался в честь выхода Nintendo Switch, и теперь он нередко продается даже за пару тысяч долларов на eBay. Хотя, справедливости ради, тут включена консоль Switch. Но даже эти скины не сравнятся с дорогущим скелетом. Изначально его выпустили к Хэллоуину, и спрос на этот костюм со временем только вырос. Некоторые скины скелета продаются за почти 5000 долларов. Если вы были онлайн в прошлом году, то наверняка видели такую обезьяну со скучающим выражением. Все эти картинки – части NFT-коллекции под названием «Яхт-клуб скучающих обезьян». Она состоит из 10 тысяч алгоритмически сгенерированных рисунков обезьян с разными уникальными выражениями и аксессуарами, иногда очень редкими. Обезьяна с редкими элементами продается дорого. Очень дорого. На момент создания видео самым дорогим был номер 8817 за 3 миллиона 400 тысяч долларов. Но они часто стоят больше миллиона. Купив обезьяну, вы получаете доступ в частный клуб владельцев обезьян и права на воспроизведение и продажу. Но учитывая, что можно просто сохранить картинку, выглядит это как дорогой вступительный взнос. А, и если эти обезьяны кажутся вам уродливыми, так и есть. Помните, что эти NFT не создавал художник. Это всего лишь собрание элементов, которые соединила программа. Прямо как рандомный набор в создании персонажей в игре, только каждая из этих 10 тысяч обезьян уникальна. Но технически. Хотя это дешевле, чем платить художнику за создание множества персонажей, результат может быть неоднозначным, скажем так. Тот же процесс используют все крупные коллекции. И поэтому Лэйзи Лайонс, Потейта Пауэр, Троллс, Доги Паунд, Кьют Биг Клаб, Сатоши Спац, Фридом Баннис, Деснейк НФТ, Ончейн Манки и многие другие выглядят так неприятно. Но именно популярность скучающих обезьян сформировала нынешний рынок NFT. И поэтому они считаются намного более ценными, чем другие. Настолько, что некоторых обезьян выставляли за 100 триллионов эфириума, что сейчас составляет свыше 280 квадриллионов долларов. Это больше денег, чем когда-либо было в мире. Вряд ли банк одобрит такой внушительный кредит. Сожженные 95 тысяч баксов У уличного художника Бэнкси и NFT много общего. Оба пропитаны сарказмом, оба разрушают статус-кво и, по мнению большинства людей, чрезвычайно переоценены. Поэтому неудивительно, что работа британца в итоге сама стала NFT, хотя произошло это необычным образом. Еще в 2006 году Бэнкси создал картину «Придурки. Белая». Это критика мира искусства, изображающая аукцион, на котором продают картину, насмехающуюся над участниками. В итоге произведение приобрела блокчейн фирмы Injective Protocol, которая в 2021 году выпустила интересное видео. Перед вами сотрудник Injective Protocol сжигает произведение, за которое фирма заплатила 95 тысяч долларов. Если сжигание 95 тысяч кажется вам странным, поздравляю. Это абсолютно нормальная реакция. Фирма решила уничтожить произведение, чтобы потом продать его как NFT. Так как оригинал был уничтожен, NFT становился самой аутентичной оставшейся версией картины. Считаете ли вы, что NFT чем-то отличается от скриншота произведения или нет, не так уж и важно, потому что кто-то решил купить его за 380 тысяч долларов, принеся Injective Protocol прибыль в размере 285 тысяч. Что иронично, учитывая посыл оригинальной картины, как кажется мне. Источник наших страданий В 89-м году инженер сэр Тим Бернерс Ли воплотил в жизнь видение единой международной сети и изобрел всемирную паутину, которая потом превратилась в интернет. И с тех пор развитие человечества заметно пошло под откос, если судить по постам родственников в одноклассниках. Но не надо злиться на Тима. В то время это была хорошая идея. В июне 2021 года он выставил на аукцион NFT своего творения 30-летней давности. Коллекция эта изменила все, имеет 4 товара. Файл исходного кода интернета с отметкой времени, письмо от Тима, цифровой постер кода и 30-минутное видео написание кода, видимо, на случай, когда на Netflix нечего смотреть. Хотя торги на коллекцию начались всего с 1000 долларов, вскоре ставки взлетели до небес. И анонимный покупатель купил ее за эквивалент 5 миллионов 400 тысяч долларов. Идея владения частью интернета, свободно доступной сети, объединяющей людей, кажется ироничной. Но Тим не согласен. В письме он называет NFT новейшим игривым творением в этой области и самой аутентичной формой собственности. Что думаете вы? Напишите в комментариях под видео и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для свободного доступа к контенту в прекрасной всемирной паутине. Бесценный керамбит Если вы молоды и у вас хорошие рефлексы, то Counter-Strike Global Offensive — это невероятно популярный онлайн-шутер с широким спектром настроек. Если же вы моего возраста, то это игра, где ты ходишь по карте 5 секунд, а затем тебя убивает враг, которого ты даже не видел. Я всё равно предпочитаю пошаговые игры. CSGO, как её называют фанаты, имеет много коллекционных предметов и ещё больше игроков. Сейчас их где-то 20 миллионов в месяц. Как вы можете представить, огромное количество мужественных мужчин, мужественно стреляющих друг в друга, соревнуются с собой. Но не только с помощью огневой мощи, они меряются красотой. Скины для оружия привлекают и редкостью, и стилем, хотя они обычно никак не улучшают характеристики. А так как эти скины открываются случайным образом, их могут продавать по заоблачным ценам. Например, корпус Stattrak 5.7, укреплённый титаном, может стоить до 35 тысяч долларов, а сувенирную АВП «История о драконе» продали за более чем 61 тысячу. Но даже это не сравнится с новым закалённым керамбитом из голубой стали, который один игрок приобрёл за 120 тысяч долларов. Это рекордная цена среди скинов в CSGO. Я сам тот ещё задрот и потратил сотни часов на апгрейд оружия в онлайн-играх, но даже я не отдал бы целый взнос за дом на красивый виртуальный узор на виртуальном ноже. Кот в мешке Итак, перед вами выбор. Можно купить JPEG-обезьяны за 125 тысяч долларов или же за ту же самую цену? Дело в том, что иногда при покупке NFT вы даже не знаете, что именно покупаете. Эти рисунки называются хэш-маскс, и их сейчас 16 384 штуки. Как и обезьяны и другие коллекции, они были сгенерированы алгоритмами из собрания элементов. Хотя, на мой взгляд, рисунки хэш-маскс выглядят так, будто их создавали со смыслом, то есть они больше похожи на творения настоящего художника. Но их главная фишка – это именно тайна. Когда человек покупает хэш-маск, он не знает, какой рисунок получит. Более того, покупатели не могут выяснить, что они приобрели, пока не пройдёт 14 дней с продажи, видимо, чтобы гарантировать честность продаж и распределение картинок. Вся коллекция собрала уже больше 16 миллионов долларов, хотя самой дорогой из них стала эта маска, которую продали примерно за 650 тысяч долларов. 5 из 7 свойств генерируются с вероятностью менее 1%, поэтому комбинация, которая имеет все элементы, считается очень редкой. Кроме того, когда продают хэш-маск, покупатель даёт ей название, а значит, тут есть небольшой элемент совместной работы. Это объясняет, почему многие маски имеют такие названия, как Гвен Стефани, Криптомама и Скучающая обезьяна. Становится всё запутаннее. Миллион на каждый день В мае 2007-го Майк Винкельман поставил безумную задачу создавать новый рисунок каждый день столько, сколько он может. Он публиковался под псевдонимом Beeple, видимо, думая, что это отвлечёт от его забавной фамилии Винкельман. Итак, день за днём он исправно рисовал новую цифровую картину, порой меланхоличную, порой забавную, порой с политическим подтекстом, а иногда сочетая все три стиля. В итоге Винкельман продержался более 13,5 лет, не пропуская ни одного дня. Я даже в душ каждый день не могу ходить. Вот это решительность. Винкельман собрал рисунки в одно творение, каждый день первые 5000 дней, и создал из него качественные NFT. Авторитетный аукционный дом Кристес выставил NFT на продажу, впервые за свою историю продав цифровое произведение. Цена тоже вошла в историю, так как составила 69 миллионов долларов, то есть где-то по 13 860 долларов за рисунок. Отличная ставка за день. Произведение приобрёл индийский криптоинвестор Виньеш Сундаресан, который заявил, что купил его, чтобы показать миру, что южный регион развивается и имеет много денег. Впрочем, некоторые отметили, что на продажу мог повлиять ещё тот факт, что Винкельман владеет двумя процентами криптопроекта Сундаресана, B20, стоимость которого выросла на 6000% после продажи. Скучные панки. Скучающие обезьяны, Лэйзи Лайонс и ончейнманки с вас завораживают? Тогда отличные новости. Есть ещё более скучная коллекция NFT-персонажей. Это криптопанки. Коллекция из 10 000 портретов на 24 пикселя. Как и обезьяны и другие подобные серии, криптопанки сгенерированы алгоритмами, и некоторые черты специально сделаны более редкими. Обезьяны-криптопанки, например, очень редкие. Всего 24 штуки. Да-да, мы ещё не закончили с обезьянами, простите. В среднем криптопанков сейчас продают от 350 000 до 500 000 долларов за один пиксельный портрет. Но это только средняя стоимость. Например, эти редкие пришельцы, номер 7804 и 3100, были проданы за 7,5 миллионов каждый. Но как 576 пикселей могут стоить настолько много? Просто криптопанки появились ещё в 2017 году, став одной из самых первых криптоколлекций, а также считается, что они начали одержимость NFT в 2021 году. Отсюда и многомиллионные ценники. Однако даже они и близко не стоят с самым дорогим проданным криптопанком. Потому что этот паренёк на самом деле является самым дорогим проданным произведением искусства. Да-да, это собрание пикселей продали за невероятную сумму, составившую 532 миллиона долларов. То есть криптопанк номер 9998 собрал больше денег, чем самая дорогая картина на аукционе за 450 миллионов. Это был «Спаситель мира», написанный Леонардо да Винчи более 500 лет назад. Давайте сделаем паузу и посмотрим на оба произведения, чтобы осознать. Но если вам это кажется подозрительным, то не зря. Потому что покупатель и продавец – один человек. Судя по данным транзакции, покупатель взял флеш-кредит, то есть онлайн-кредит в криптовалюте, который проходит при соблюдении требований. В данном случае – покупки этого криптопанка. Владелец перевёл NFT с одного своего кошелька на другой, затем взял флеш-кредит на криптовалюту на сумму более полумиллиарда долларов, купил панка с одного кошелька, перевёл обратно в первый, а потом погасил кредит. Возможно, это сделали, чтобы создать ажиотаж вокруг NFT в рамках неизвестной сделки или просто, чтобы прославиться и поднять цену. Учитывая, что сейчас киберпанка продаёт тот же владелец за 700 с лишним миллионов долларов, я склоняюсь ко второму. Энтропия денег Энтропия Юниверс – это многопользовательская онлайн-игра, где в космосе можно делать разные вещи, например, управлять космическими кораблями, открывать виды существ и смотреть видео на Ютубе без буферизации каждые пять секунд. Попались! Энтропия Юниверс была выпущена в 2003 году, и она слегка устарела, но раньше была крайне популярна и проложила путь для виртуальной торговли в других играх. В 2009 году Энтропия имела 820 тысяч пользователей, и они потратили 420 миллионов долларов на транзакции, иногда по 1000 долларов за раз. В 2010 году игра была так популярна, и на неё тратили столько денег, что это яйцо удалось продать за 70 тысяч долларов. Никто даже не знал, что внутри него. Его выиграл игрок, который завершил уникальный квест. И когда он выставил его на продажу, людям не терпелось узнать, что в нём было. Семь долгих лет после покупки ничего не происходило. Затем однажды из него появилось это. Может, надо было просто сделать гигантский омлет? Но и это не самая безумная сделка. Настоящим безумцем стал Джон Невердай Джейкобс, который заложил свой дом в 2005 году, чтобы купить виртуальный астероид за 100 тысяч долларов в игре. Джейкобс превратил этот кусочек земли, точнее кусочек космоса, в виртуальный клуб Невердай. Здесь была своя музыка, стадион и даже рынок, где пользователи могли продать игровые товары, а Джейкобс получал долю с продажи. По его словам, этот клуб на астероиде приносил ему примерно 200 тысяч долларов в год, но затем он полностью продал заведение в 2010 году за 635 тысяч долларов. Если клуб построился быстро, то прибыль составила более полутора миллиона долларов. А ведь я поверил родителям, когда они говорили, что компьютерные игры не окупятся. Планеты Граймс Граймс – популярная артистка, известная своей музыкой, а также бывшими отношениями с Силаном Маском, владельцем Тесла, к которому давно пора отдохнуть от Твиттера. В феврале 2021 года Граймс создала NFT-коллекцию Ворнимф, которая в основном состоит из вариантов Земли и Марса. Каждый NFT – это анимация Херувима, зловеще парящего над собственной планетой под электронный бед. По крайней мере, это интереснее, чем скучающая обезьяна. Было создано несколько тысяч таких NFT, но их не выставили на аукционе, а просто продали за 7500 долларов за штуку. В дополнение к Земле и Марсу коллекция включала уникальный NFT «Смерть Старого» с еще более жизнерадостными пупсами, а также парящими мечами и крестами. Тут наверняка есть глубокий смысл, но где-то очень глубоко. Благодаря популярности Граймс «Смерть Старого» продали за примерно 389 тысяч долларов. Согласно нефтегейтвей, платформе, где она продавала NFT, часть прибыли пошла организации Carbon 180, которая занимается удалением углерода из атмосферы, хотя неизвестно, сколько именно. Всего эта коллекция планет принесла певице чуть меньше 6 миллионов. Ну да, это легче, чем устроить гастроли. Я тупой Мы увидели, что люди готовы тратить огромные деньги на бесполезные цифровые вещи. Но с чего все началось? Давайте отправимся в путешествие в 2008 год. Ситуация не особо радовала. Китай пережил разрушительное землетрясение, финансовый кризис охватил мировую экономику, и, хуже всего, четвертый Человек-паук так и не был снят. В эти мрачные времена появилось приложение «Я богат» в магазине iOS. Приложение стоило непомерные 999 доллара. Если бы вы его купили и открыли, вас бы приветствовала картинка с алмазом и текст «Я богат». Я заслужил это. Я хорош, здоров и успешен. Но букву «О» почему-то не заслужил. Вероятно, целью приложения было показать, насколько богат владелец телефона. И 8 человек скачали его, прежде чем Apple его убрала через день после выхода, не дав объяснений. И хотя цена «За я богат» не сравнится с другими вещами, которые мы видели, мне интересно, как мы перешли от удаления картинок за 1000 долларов в 2000-х годах ко вложению в них денег в 20-е годы. Вы со мной не согласны? У вас есть NFT-вечины, стоимость которого выросла за то время, что вы смотрели это видео? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр!